ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваш клуб «Поиск», я так понимаю, работает уже не один год. Как вообще пришла идея его создания? Военно-патриотический клуб «Поиск» был образован в 2008 году. Создавался он изначально как поисковый отряд. И первыми работами были на месте крушения самолетов, которые потерпели крушение в годы Великой Отечественной войны. Это на территории Конищева, на территории Захаровского района, в селе Агропустынь. Со временем круг направления работы нашего клуба увеличился. И курсанты, стоящие в клубе, занимаются и помощью ветеранам, и работой с молодежью, патриотическим воспитанием, и участвуют в военно-исторических реконструкциях. И многое-многое другое. Одно из последних направлений, достаточно интересное, это оказание помощи нашим гражданам в установлении судеб, пропавших без вести их родственников. Достаточно активно проводится работа, очень много обращений уже к нам поступило. По мере возможности мы стараемся помочь, и есть уже у нас много положительных результатов. И вот этот круг мы работаем все время в течение последних лет. Мы активно сотрудничаем с Рязанским региональным отделением общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите отечества поискового движения России. И, соответственно, и с Рязанским региональным отделением, и с Центральным отделением мы очень тесно работаем, принимаем участие во всех мероприятиях. Это такие акции, которые я назвал, это «Судьба солдата», это и «Дорога к обелиску», то есть это облагораживание территорий, воинских захоронений, мемориалов, и во всех других мероприятиях. Скажите, пожалуйста, «Судьба солдата» – такое название красивое, трогательное, но за этим названием кроется, наверное, колоссальная работа ребят. Это ведь действительно ребята находят из земли, выкапывают практически, правда? Да, поисковая работа достаточно сложна, но она ведется. Что касается именно проекта «Судьба солдата», то это работа больше в архивах. То есть это либо, когда к нам обращаются и просят найти, узнать судьбу его родственника, и мы обращаемся к архивам, направляем запросы в Центральный архив, работаем в интернет-базах с общедоступными источниками. Но также еще есть такое направление, как наши коллеги, когда обнаруживают останки, и если, это очень редко, к сожалению, получать, но если удается идентифицировать, а идентифицировать можно, когда находят либо личную вещь какую-то с фамилией, либо, если уж совсем хорошо, это медальон смертный, то в таком случае мы уже занимаемся поисками родственников. Здесь уже, опять же, сталкиваемся с проблемами, что многие деревни, особенно в глубинке, уже не существует. Бывает, что у красноармейцев уже не осталось родственников, но если родственники есть, то мы проводим максимальную работу, чтобы их найти, передать им какие-то личные вещи, которые оставили на память в музейный, в семейный архив, сказать, где захоронен человек, по возможности пригласить на захоронение. Есть случаи, даже в Рязанской области, привозили останки, чтобы захоронить здесь, на территории Рязанской области. Скажите, как родственники реагируют, когда вы приходите к ним и говорите, что вашего деда, прадеда, может быть, для кого-то даже отца нашли? Ну, коротко сказать, со слезами. То есть, практически все, кого мы находили, они сами проводили работу, чтобы узнать все-таки судьбу, но ее по объективным причинам они узнать не могли, потому что человек числился пропавшим без вести. А вот только после того, как была проведена работа по поиску, вот тогда уже мы находим этого родственника, и человек, конечно, очень рад. И, конечно же, они с радостью принимают вот то, все вещи, которые остались им на памяти. Уже как святыню такую хранят дома, да? Да, потому что это же воспитание в семье, это воспитание молодежи, детей. То есть, дети должны знать, кто у них воевал на войне, как погиб, какой подвиг совершил и так далее. Виктор Викторович, ну вот вы как раз непосредственно работаете с молодежью, с курсантами, с ребятами молодыми. Скажите, вот все-таки создание клуба поиска военно-патриотического, это чья идея? Все-таки больше ребят или ваша? Клуб «Поиск» создал в 2008 году бывший сотрудник Академии, ныне покойный кандидат юридической наук Анатолий Юрьевич Сунцов. Один человек его не создаст, это, конечно же, поддержка руководства Академии и курсантов. То есть, курсанты с удовольствием принимают участие во всех мероприятиях, без исключения. Особенно им нравится и к ветеранам ездить, и к молодежи. Количество ребят, которые активно занимаются в клубе, конечно, растет. Ну вот как раз, наверное, теперь мы с Дмитрием поговорим. Дим, наверное, вы как раз непосредственно занимаетесь поисковой деятельностью. Расскажите, вот что, может быть, вам запомнилось больше всего? Ну, из поиска мне запомнилось прежде всего это, как поднимают солдат. Потому что именно непосредственно на поле сражений, когда ведутся раскопки, ты находишь останки солдата. И, конечно, если повезет, мы находим медальон смертный. Тем самым мы отдаем его на экспертизу, так как сами мы его не можем открыть. Он очень долго лежал в земле. И приятно осознавать, что мы человека нашли, и можем установить конкретно, откуда он, как его зовут, фамилию. И, естественно, уже будем непосредственно с родственниками связываться и уже им передавать его вещи. Если вдруг ни медальона, ни каких-то вещей нет, как вы опознаёте личность? Очень тяжело опознать. Поэтому с почестями останки захораниваются. Но, к сожалению, узнать очень сложно, опознать. Дим, ну вот расскажите, пожалуйста, сколько раз вы принимали участие в таком подъёме останков, в захоронении? Ну, принимал я участие, наверное, больше пяти раз. Я подсчёт не веду, но стараюсь на все раскопки выезжать. И для меня это духовно очень сильно связано, так как у меня прадед тоже был на войне, воевал на МИУС-фронте в Ростовской области. Скажи, ну это ведь действительно очень тяжело. Это тяжело, наверное, и физически, и эмоционально как-то, да? Ну, конечно, потому что на раскопки просто так тоже нельзя поехать. Есть обучающие семинары, то есть изучается физиология человека, то есть кости человека, потому что в основном это находит кости, вещи. И тем самым эмоционально готовят людей, показываем фотографии, там, если молодые приходят. И показываем им, и тем самым тоже их обучаем к этому. И надеемся, что будут они тоже копать, как и мы. Ну, в общем, дело это не для сломанерных, как я поняла. Да. Буквально на днях наши коллеги, рязанские поисковики, вернулись с очередной вахты памяти, с Орловской области. Вот. И в том районе, в котором они занимались, это Свердловский район, были подняты останки 300-400 красноармейцев. Вот сейчас тоже ведется работа, чтобы их идентифицировать, найти родственников. Вот. А буквально вчера, вот, к нам обратились коллеги из Ленинграда. Вот. В Ленинградской области были подняты останки нашего земляка, уроженца Копинского района. И мы тоже сейчас занимаемся как раз поиском его родственников. И уже есть наработки, уже, ну, можем уже ожидать, что мы найдем. Ну, вот вы прямо рассказываете, у меня мурашки даже по коже. Действительно, это очень трогательная такая деятельность. Вот есть такое выражение, что война не закончилась до тех пор, пока не подняли одного, последнего солдата, да, из земли. Да. Есть такая фраза. И работы, на самом деле, очень много еще. И она на ближайшие, конечно, десятилетия, наверное, еще не закончится. Потому что... Ежегодно более 15 тысяч останков поднимают. Вот из них опознают около 4 тысяч. Это вот статистика, последняя статистика. Ну, это прям какие-то колоссальные цифры, на самом деле. Это очень много. Это очень тяжелая работа, потому что из земли достать останков очень тяжело. Вот тяжело их потом также идентифицировать, все, так скажем, разложить, чтобы понять, сколько человек поднято. Дмитрий, ну вот как раз теперь к вам вопрос. Неужели не хочется действительно отдохнуть, погулять с друзьями? Ну, время мы находим на все. Но прежде всего, в свободное время мы занимаемся все-таки с детьми. В рамках нашего проекта «Мощь и слава русского оружия». Мы проводим уроки мужества в школах. Вот, недавно были в Солоческом доме-интернате. Там проводили наглядный урок, показывали с оружием, безопасно, то есть все как положено. И детям нравится, и нам приятно, то есть мы смеемся, улыбаемся, так как нам нравится их реакция. Вы говорите, нравится их реакция. А как они реагируют? Вообще, как эти уроки проходят? Ну, мы приезжаем в школу, начинаем раскладывать все вещи, то есть там форма, какая была в Великую Отечественную войну у красного солдата. Потом оружие, там, например, винтовка Мосина. Показываем это все. Потом, когда я рассказываю, то есть определенный план у нас есть, я рассказываю, вот у нас сейчас по плану идет День Победы. Рассказываю, потом показываем оружие наглядное, то есть там гранаты еще есть, макеты гранат. Потом дети сами проявляют инициативу, можно померить форму. Одеваются, они радостно фотографируются. На самом деле, и мне даже было приятно, что они сами проявляют инициативу и тем самым как-то проявляют память, дань уважения тем временам, которые была война. Стоит отметить, Министерством образования и науки Российской Федерации, к сожалению, отмечалось, что наша молодежь обладает, ну, нашу слабыми знаниями отечественной истории. И вот мы надеемся, что наш проект, он как раз восполнит эти пробелы, заинтересует ребят и побудет их к тому, чтобы самим начать исследовательскую деятельность. И начать ее, прежде всего, с истории своей семьи, то есть узнать у родителей, у живых бабушек, дедушек, кто воевал, и у их семей. А затем уже заинтересоваться историей Рязанской области, заниматься какого-то, может быть, конкретного полка. Или, может быть, узнать историю какой-то фотографии с фронта. То есть начать именно исследовательскую деятельность, и тем самым мы улучшим знания отечественной истории молодежи. Ну да, действительно, история-то у нас героическая. Да, очень много тем, очень много есть о чем поговорить, рассказать, проверить знания у детей. Но также и с интересом, и мы тоже что-то изучаем. Потому что, когда мы готовимся к уроку, мы находим какие-то видеофильмы, готовим презентации. Если тема урока соответствует, то берем оружие с собой, берем форму, и тем самым детям тоже это все показываем и рассказываем. Скажите, а какой-то мониторинг потом усвоенной информации вы ведете? Конечно, да, ведем, потому что перед уроками, которые мы проводим, уроки мужества, да, называется, мы проводим тест, то есть на определенную тему, которая у нас была. Как правило, дети усваивают процентов 50. После того, как мы проведем урок, мы этот же тест раздаем детям и тем самым проверяем. Ну, как правило, уже 80-90% детей отвечают. Но все равно откладывается, потому что уроки нестандартные, то есть это не по книжке читают, а мы стараемся как-то наглядно показать. И детям это нравится, и они бы как бы хотят постоянно такие уроки. Но, к сожалению, мы постоянно не можем, но стараемся. Самое главное – детей заинтересовать. А нам это получается, ну, можно сказать, легко, потому что, например, оружие, которое мы берем с собой, вот эти макеты, они были выпущены из настоящего оружия. И именно с этим оружием, возможно, наши как раз прадеды воевали. То есть это полный аналог, да? Это полный аналог, да, но он не стреляет. Вот, он, безопасность превыше всего. Ну, конечно, дети же, все хочется понажимать на кнопочки. Когда ребята заинтересованы, они уже легче воспринимают информацию, конечно же. Вот, и также очень интересным для детей является эта военно-историческая реконструкция. Вот, на днях в Академии ФСИН России была проведена военно-историческая реконструкция. Тема была «Дети Ленинграда», основная тема. Вот, мы постарались показать вместе с нашими коллегами-поисковиками, как было тяжело детям в блокадном городе, но в то же время показать их героизм. Вот, 9 мая мы также примем участие в реконструкции в Кремлевском парке, который пройдет после торжественного парада, после всех мероприятий. Вот, соберутся, как всегда, обычно собираются много людей, там больше тысяч человек, зрителей. Вот, и достаточно интересно, вот, и приятно видеть молодежь, что она проходит и с портретами своих дедов в акции «Бессмертный полк» и доходит до площадки именно военно-исторической реконструкции. Ваши курсанты традиционно, наверное, будут принимать участие и в самом параде? Конечно, да. Курсанты Академии всегда принимают участие в последние десятилетия. Готовятся, наверное, да, к этому? Да, да, подготовка ведется долгое время, ежедневная, вот, и мы уверены, что они покажут очень хороший строевой шаг и хорошее выполнение строевой песни. Виктор Викторович, ну, вот так, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю программу, скажите, пожалуйста, ближайшие планы на будущее вот вашего военно-патриотического клуба «Поисковик». Мы планируем продолжить раскопки на месте падения советского самолета в селе Агропустынь, вот, разрешение администрации мы уже получили, вот, и также у нас есть информация, что в Сассовском районе тоже есть самолет, который упал, который, в котором нет информации, что за самолет и кто им управлял, вот, мы хотим вот это в ближайшее время узнать. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ про ваш клуб, про вообще поисковую деятельность. Спасибо за то, что пришли, ответили на вопросы. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на нашем телеканале. Субтитры подогнали Симон.